Продолжение следует... 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 И также в ежедневном режиме общаемся с нашими региональными организациями, потому что, ну не то, что потому, что, да, это наша тоже основная работа, и мы им оказываем не только материальную поддержку финансовым, инвентарем, о чем, возможно, мы поговорим позже, но и много консультационных моментов по тем или иным вопросам. Я, со своей стороны, за этот период совершил достаточно много командировок и в новые для меня места, такие как Йошкар-Ала, Чебоксары, такие наши традиционные, для того, чтобы решать те или иные вопросы по развитию нашего вида спорта. Спасибо большое, Александр Вилович. Прежде чем перейдем уже к вопросам, которые интересуют журналистов и онлайн, и тех, кто у нас находится сегодня в студии, также, может быть, несколько слов о вашем ожидании от предстоящего сезона. Да, может быть, что нас ждет изменения, какие нас ждут изменения в плане, может быть, нашей команды спортивной, потому что, в любом случае, каждый сезон мы рассматриваем, как должен быть лучше предыдущего. Я, в первую очередь, отвечаю за проведение соревнований, нежели за подготовку сборной, поэтому могу сказать только про соревнования, которые будут проходить на территории России. Это Кубок Содружества, Чемпионат России и Кубок России. Прошлый сезон у нас получился в большей степени экспериментальным. Мы провели анализ, пообщались с оргкомитетами и с комплексами, где проводились соревнования, определили, какие у нас есть слабые места. За это лето мы направили всем замечания какие-то и рекомендации. В конце августа, в начале сентября мы с Вадимом Ивановичем Мелиховым поедем по комплексам, посмотрим, что исправлено. Я думаю, что в этом сезоне эти соревнования пройдут на более высоком уровне, как в плане трансляции, так и в плане проведения самих соревнований, спортивной части, организационной части. Поэтому, ну, это, конечно, наверное, неправильно говорить, что привыкать надо уже к проведению соревнований внутри страны. Но я думаю, что нет хода без добра. Это в том числе сегодня, уважаемые друзья, обсудим. Тогда, с Вашего позволения, перейдем к вопросам. И, наверное, самое большое изменение, которое грядет в том числе в этом сезоне для Союза Бетлонистов России, это новый титульный партнер. С Вашего позволения я назову, я думаю, это не секрет. Да? Альфа-банк. Виктор Игоревич, расскажите, пожалуйста, несколько слов о том, как случилась эта химия, да, как получилось это партнерство с Альфа-банком. И что от него ожидать, что лично Вы от него ждете? Ну, на самом деле, мы в постоянном поиске новых партнеров, то есть никогда не почивали на достигнутых уже договоренностях, что когда у нас была компания «Газпром», компания «Пари», и поиски партнеров, они идут в постоянном режиме. И, в общем-то, благодаря работе как раз вот Александра Вилорича нам удалось уже прошлой зимой предварительно начать переговоры, которые обсуждалось уже и участие Альфа-банка в зимнем чемпионате России, но в конечном итоге, даже еще до там расторжения договора с компанией «Газпром», мы уже вели обсуждение партнерства с Альфа-банком, потому что у нас были возможности, были места, и то есть спокойно оба этих партнера могли сотрудничать с нами. Но, к сожалению, по независимым от нас причинам или независимости от того, как мы выполняем свои обязательства, перед тоже компанией «Газпром», компания вынуждена была расторгнуть с нами соглашение, но не только с нами, я думаю, вы знаете, там другие примеры. И сегодня вот крупнейший частный банк России, что для нас тоже очень важно, это именно такая коммерческая история, посчитал наш вид спорта, нашу организацию, что наше сотрудничество может стать взаимовыгодной. В течение нескольких месяцев, буквально, наверное, 3-4 месяца, да, мы занимались общением, перепиской, согласованием, и буквально в июле месяце мы подписали двухлетнее соглашение на партнерство, и как раз этот Альфа-банк стал нашим титульным спонсором всех международных соревнований, которые проводятся из биатлонистов России. Это Кубок Содружества, Чемпионат России и Кубок России. Везде присутствие на всех соревнованиях, его будет одинаково, в одинаковом объеме, мы не делим объем присутствия нашего партнера на тех или иных мероприятиях, и это то же самое подчеркивает то, что уровень, мы перед собой ставим задачу, уровень проведения всех вот этих соревнований должен быть максимально высокий, а не так, что Кубок Содружества вот такой уровень, чемпионат России, там ниже Кубок России нет. Все соревнования мы планируем провести на высочайшем организационном уровне. Дмитрий Ильич, такая была оговорка, в том числе международные соревнования. Я думаю, дай Бог, все сложится. Хотели что-то добавить? Да, я хотел бы добавить. Мы в ближайшее время после пресс-конференции разошлем информационное письмо всем СМИ о том, что официальное название теперь наших соревнований будет Альфа-Банк Кубок Содружества, Альфа-Банк Чемпионата России, Альфа-Банк Кубок России. И в этом письме будем просить о том, чтобы это название официальное использовалось в СМИ без искажений и без каких-либо исправлений. Мне кажется, мы мало упомянули слово Альфа-Банк. Я скажу еще раз Альфа-Банк. Спасибо большое, что вы участвуете вместе с нами. Давайте тогда еще и покажем новые логотипы Кубка России, Кубка Содружества и Чемпионата страны. Может быть, Виктор Ильич, прокомментируете какие-то изменения есть, помимо того, что добавился титульный спонсор? Наверное, самым большим изменением стал Кубок России, логотип Кубка России. Я думаю, это будет хорошее сочетание красного на белом. Естественно, наш Кубок Содружества обрел красную каемочку. Все остальное практически цветовую гамму не поменяли, потому что это цвета национальных флагов России и Белоруссии. Естественно, логотип Чемпионата России добавился. Наш сегодня титульный спонсор. Все цвета очень хорошо сочетаются. Я думаю, они будут очень ярко использованы и эффективно и для нас, и для нашего партнера. Я, насколько знаю, еще Альфа-Банк выпускает платежные стикеры. Прямо идеально, как платежные стикеры вы выпускаете в сотрудничестве с Союзом биатлонистов России. Альфа-Банк, спасибо мне за идею, свяжитесь со мной. Я хотел также еще продемонстрировать экипировку. Тоже есть изменения, давайте тоже посмотрим. Виктор Ильич, тоже, может быть, пару-тройку слов. Ну да, мы также продолжаем сотрудничество с нашим партнером компанией Пари. Вот, и логотипы наших партнеров будут размещены как на стартовых номерах, тренерских, естественно, судейских, так и на стрелковых матах. Да, Александр Ильич, будет два уже, два логотипа. То есть здесь нет никаких конфликтов. У нас есть общее соглашение. Считаем, что вот эта такая коллаборация, она будет полезная для всех. Спасибо большое. Спасибо коллегам-режиссерам за вывод картинок. И, естественно, спасибо еще раз Альфа-Банку и старым партнерам Пари за то, что поддерживают Союз биатлонистов России и наших спортсменов. Еще один, наверное, вопрос, который, в том числе и в межсезонье поднимался, в прошлом сезоне, это величина призовых в новом сезоне. С вашего позволения, прежде чем задать вопрос, друзья, поделюсь информацией. Спасибо коллегам из Спортс.ру за их статью, давайте так это назовем, где просто описываются призовые в прошлом сезоне, насколько я понимаю. За чемпионаты России личные гонки 100 тысяч, Кубок России 70 тысяч, Кубок Содружества летние старты 150 тысяч, Кубок Содружества зимние старты 300 тысяч. Сохранятся ли данные призовые, либо мы говорим о том, что есть какое-то увеличение. И, на ваш взгляд, если сопоставлять это с международными стартами, насколько, с учетом нынешнего курса еще к тому же, насколько эти призовые достойны, скажем так? Ну, сумма призовых мы планируем оставить в том же размере за место, занятое спортсменом на соревнованиях, то есть по аналогии с прошлым сезоном. Для информации, в прошлом году 67 взрослых спортсменов заехали, так или иначе, в призы, в шестерку. Не могу сказать, сколько мужчин, сколько женщин за эти 67. И что касается юниоров, это было 111 спортсменов за весь сезон, которые получили выплаты от СБР. Прошлый сезон был впервые в истории, Союз биатлонистов России, где спортсмены получали выплаты за российские соревнования. Общий размер выплат составил порядка около 70 миллионов рублей. Да, Александр Владимирович? За каждый старт? Взрослые юниоры. Нет, ну не за каждый старт. В смысле, призовые выплачивались за каждый старт? Да, естественно, призовые выплачиваются за каждый старт в нашем виде спорта. Любой официальный старт, который мы проводим, выплачивались призовые. Эту историю мы планируем продолжить и в этом году. Что касается аналогии с Международным Союзом биатлонистов России. Да, наша сумма призовых, она меньше, с одной стороны. Но, с другой стороны, многие спортсмены в прошлом сезоне, большинство спортсменов, наверное, 95-97%, заработали призовые гораздо больше, нежели они когда-либо зарабатывали в международном сезоне. Ну вот я даже смотрю эту статистику, что кто самый богатый биатлонисты России по итогам прошлого? Ну, всегда коллеги подсчитают. Значит, Викторий Сливко заработал, я буду округлять, 3 миллиона 400, Эдуард Латыпов, 3 700, ну, мужчина должен больше зарабатывать, ну, как у нас это принято. Если кто не согласен, простите. И вот здесь посчитали коллеги еще, и сколько заработали и на международном старте. Ихан СБО заработал, ну, практически 500 тысяч евро, что в перерасчете сейчас по курсу больше, чем 50 миллионов рублей. Ихан СБО, поделись, зачем тебе столько? То есть, Александр Вилович, может быть, с твоей стороны тоже добавьте, на ваш взгляд, могли бы ли наши спортсмены действительно претендовать на международных стартах, на призовых? Потому что вот тут на российских стартах заработали, да, а на международных, как вы считаете? Согласны, Виктору Викторовичу? Ну, я полностью согласен с Виктором Викторовичем, что бы он ни говорил. Знаете, да, у нас есть несколько лидеров, именно несколько, не много, а несколько лидеров сборной, которые могли бы конкурировать на международной арене. Но, как правильно говорит Виктор Викторович, огромная, большая часть спортсменов, конечно же, бы с такие деньги не заработала, какие не заработали в прошлом сезоне. Ну, давайте смотреть правде в глаза, да, мы не являемся, так сказать, лидерами в мировом биатлоне. Пока что. Но я чувствую, мы... В ближайшем сезоне точно. Но, опять же, если сравнивать другие федерации, российские, по видам спорта, я не беру игровые виды спорта, но я думаю, что СБР сегодня, наверное, номер один по суммам выплачиваем призовых на соревнованиях. Ну, действительно, очень достойные суммы, и, может быть, да, Эдуард там и соревновался бы и заработал бы, возможно, на международных стартах больше, но большая часть, действительно, спортсменов, есть подозрение, что действительно не заработал бы на международных стартах в такие призовые. Так, еще вопрос, который к нам приходил, тоже, который был такой в подвешенном состоянии, это где пройдет финал сезона, потому что называлось Камчатка, Мурманск, да, в итоге, насколько я понимаю, выбран в календаре Мурманск, если ничего не поменялось, поправляйте меня, да, и почему в итоге Камчатка отпала, и рассматривается ли она в дальнейшем, может быть, на какие-то другие этапы, на следующий сезон, на финал, расскажите, пожалуйста, об этом. Да, оба региона для нас стратегически важны, у обоих регионов есть свои биатлонные традиции, и в этом сезоне выбор пал в сторону Мурманска, в общем-то, наверное, по объективным причинам, в первую очередь, это связано, конечно, с логистикой команд, с одной стороны, но, наверное, превалирует все-таки еще то, что, так как каждое наше мероприятие спортивное мы показываем с высочайшим качеством трансляции на канале Матч ТВ, мы не можем не учитывать расходы матча, чтобы полететь на Камчатку со всем оборудованием, со всей командой, вот, это, наверное, тоже одна из причин, почему в этом году еще пал выбор в сторону Мурманска, вот, опять же, благодаря, там, этому решению и в Мурманске, и на Камчатке, так или иначе, будут сделаны определенные усовершенствования инфраструктуры, подготовки стрельбища, трасс, Камчатку, естественно, мы не вычеркиваем из своего списка, вот, будем предлагать и соревнования другого уровня, да, юниорские, там, юноши, межрегиональные, там, Дальний Восток, всячески будем это все поддерживать, вот, и, возможно, в будущем мы туда вернемся, когда сможем, вот, оптимизировать расходы всех участников нашего, нашего спортивного мероприятия. Ну, мы уверены в том, что Мурманск достойно примет финал сезона, да, ну, как было бы красиво на Камчатке, друзья, да, я думаю, надеюсь, что действительно в будущем пройдут соревнования там, мы увидим картинку оттуда. Матч ТВ уж куда только не забирался, я думаю, и на Камчатку заберется тоже. Но вопрос относительно ближайшего нашего мероприятия, Кубка Содружества, который стартует в Сочи, скоро-скоро, расскажите, пожалуйста, об ожиданиях от этого этапа, от этого Кубка, что ждет фанатов, и еще вопрос относительно того, что новость проходила, что спортсмены из Узбекистана хотели принять участие с Китаем, какие-то переговоры, я где-то читал, были, и IBU как-то странно отреагировал, про какие-то санкции сказал, это непонятно, на организаторов, на тех, на те страны, которые желают присоединиться, в итоге от них какой-то меняемый ответ пришел? Ну, чего мы ждем? Мы ждем, так или иначе, у нас растет молодое поколение, мы ждем, какой уровень подготовки и результатов покажут они, то есть те спортсмены, которые только пришли в основной состав, те спортсмены, которые еще у нас, там, еще юниоры, но тоже тренируются уже с основным составом. Хотелось бы посмотреть качественный сдвиг, в том числе и в плане стрельбы, уже у биатлонистов, которые не первый год в команде, естественно, наверное, будут там не самые легкие условия в плане погоды, наверное, будет тепло, но уверен, что это будет прекрасное открытие сезона, хороший биатлонный праздник, который там порадует всех болельщиков. Что касается участия конкретно спортсменов Узбекистана, да, мы обратились с IBU с запросом о согласовании участия спортсменов в наших соревнованиях, потому что представители более двух стран в части соревнований, мы должны согласовывать с IBU. Мы получили отказ, после этого мы задали конкретизирующий вопрос, кто там нарушит те или иные правила, нам ответили, что спортсмены Узбекистана в данном случае нарушат правила, если будут участвовать в наших соревнованиях. Да, Сергей? Так? То есть не мы? Ну, не мы, к нам, наверное, уже сложно еще какие-то санкции применить, которые уже сегодня есть, наше следство приостановлено, но тем не менее мы учитываем конституцию IBU, да, так или иначе, не хотели бы заводить там куда-то дальше в тупик, игнорируя принятые там правила, да, потому что при вопросе восстановления, там, да, нашего членства, там, во временное или полноправное, могут быть учитаны и эти детали в том числе. Что касается спортсменов Китая, то конкретных переговоров там или инициативы с их стороны не было, понимаем, что у них достаточно небольшое количество занимается спортом, именно биатлоном, вот, и в большей степени сейчас они приглашаются по линии Минспорта на юношеские игры, которые планируются к проведению на Сахалине. Не могу не спросить, Александр Виларьевич, раз вы отвечаете за подготовку, в том числе организационную, Сочи готов к Кубку Содружества? Все вопросы решены? Да, да, конечно, Сочи готов. Уркомитет ведет сейчас полноценную подготовку, вернее, уже завершает ее. Все вопросы мы с ними согласовали. Будет развлекательная программа. Значит, вход бесплатный для зрителей, плюс зрителям дается какой-то льготный проезд по канатной дороге. То есть Сочи готовы принять соревнования на самом высоком уровне. Друзья, не знаете, чем себя занять в Сочи? Вот теперь вы знаете. Кубок Содружества, биатлон, смотрим. Прежде чем, коллеги, если вдруг появляются вопросы, слышу, печатайте, не отвлекаю вас. Не могу не спросить и по поводу проекта, которым занимается Союз биатлонистов России. Это проект, связанный с юношеским проектом. Во-первых, несколько слов о его создании, на что он направлен, каковы цели. И, насколько я понимаю, всегда говорят о том, что нужно готовить смену поколений, молодое поколение. Но вот я смотрю, что Союз биатлонистов России прямо сильно взялся за это дело. В том числе и номинации по итогам сезона новые учреждаются. Лучший молодой и молодая спортсменка. Вот в том числе несколько слов об этом. Виктор Ильич, прошу вас. Да, это наш новый проект. Все предыдущие годы у нас условно была юношеская команда, которая поформировалась просто по результатам сезона. В этом году мы решили немного более углубиться в этот вопрос. В апреле месяце пригласили порядка 60 ребят и девчонок из 19 регионов страны на обследование. Это 2005-2007 года рождения. После этого обследования мы выбрали на группу примерно 27-29 человек. И вместе с их личными тренерами пригласили уже на первый установочный сбор в Уфу. Этот проект мы поручили возглавить Дмитрию Шукаловичу и Игорю Охотникову. Плюс, естественно, их сильно подкрепили специалистами из аналитического отдела. ЦСП приглашали тренеров по стрельбе, приглашали Сансеича Грушина. В общем-то, в течение первого установочного сбора мы обучали не столько спортсменов, а столько тренеров, личных тренеров-спортсменов для того, какую. И обсуждали методику, которая будет предложена им как раз в тот период, когда они будут тренироваться самостоятельно. Сегодня следующий установочный сбор также запланировал на Уфу в сентябре месяце. Они сегодня в ежедневном режиме присылают данные о своих тренировках именно Дмитрию Шукаловичу. Он анализирует, дает им дальнейшие консультации, рекомендации. Мы его условно называем проект 2030, то есть Олимпиада 2030 года. Это поколение вот этих биатлонистов, как раз вот через 7-6 лет, те, которые будут, уже войдут, я думаю, уверен, уверен, часть из этих ребят, девчонок, войдет в состав сборной. То есть мы хотим понимать, какую базовую работу они делают в юношеском возрасте, для того, чтобы их уже системно вести к взрослой биатлонной, спортивной жизни. Потому что часто бывает, что объемы, которые даются в детстве, они достаточно превышенные. И мы их учим базовым вещам, как в технике передвижения, в технике стрельбы, питания уже сейчас, психологии чего-то, для того, чтобы получить полноценного спортсмена и не обучать его в основной команде основным базовым вещам. Это, наверное, наша первоочередная задача. Ну и, естественно, полностью их профессиональное сопровождение от медицины, тренировочных нагрузок, ну, как я сказал, там, всего питания и всего остального. Коллеги, если вдруг вопросы появились, да, давайте начнем второй ряд. В том числе буду я... Микрофон? Ну и, конечно, с микрофоном. Да, Виктор Викторович, меня зовут Андрей, издание «Советский спорт». Я хотел узнать, в мае, в одном из интервью вы сказали, что есть большая проблема с обеспечением и качеством патронов. Компания «Олимп», по-моему, производит. Как сейчас с этим обстоят дела? Ну, проблема, она осталась, никуда не исчезла. К сожалению, сегодняшние мощности компании «ЦНИ» и «ТОЧМАШ», которые выпускают данные патроны, они не увеличились. Они выпускают максимум 300 тысяч патронов в год, что это, в общем-то, недостаточно. Да, мы пытаемся решить вопрос по приобретению патронов иностранного производства. Частично нам это удается. Единственное, в связи с повышением курса иностранной валюты, стоимость этих патронов тоже достаточно высокая. Поэтому этот вопрос очень актуальный. Мы буквально вчера, я присутствовал на выставке «Армия-2023», где было большое обсуждение проблем по изготовлению спортивного оружия, патронов к ним. Надеемся, что мы будем услышаны и общими усилиями и как-то будем решать эту проблему. Я добавлю к вопросу коллеги. Вообще есть ли какие-то проблемы перед началом сезона по экипировке, функционалу, либо все вопросы закрыты? С комитетом спортсменов обсуждались эти вопросы? Что они высказывают по этому поводу? Что касается экипировки, то, в принципе, наш партнер, компания «ЦС» и «ТС-Спорт» у нас своевременно обеспечивает спортивной экипировкой по инвентарю, в плане лыж, тоже наш основной партнер, компания «Фишер». Продолжаем сотрудничество. Продолжаем сотрудничество. Сотрудничество продолжается. Тех спортсменов, у которых мы приобретаем для некоторых спортсменов, инвентарь оборудования кто-то получает бесплатно. И что я хотел еще добавить. Мази, парафины, так или иначе, у поставщиков тоже это все есть. Поэтому к сезону, можно сказать, подходим во всеоружие. Единственный вопрос – это удорожание всего-всего-всего-всего. Но в большей степени это касается, конечно же, наших региональных команд. То есть, если сборные команды мы так или иначе по тем или иным возможностям обеспечиваем, то региональные команды от этого не у всех достаточно средств для того, чтобы максимально обеспечить своих спортсменов. Но, опять же, для этого то, что я сказал, я встречаюсь с руководителями регионов, пытаемся найти возможности государственные и внебюджетные источники для того, чтобы все-таки была поддержка нашему виду спорта. Ну и Центробанк там тоже старается, что-то уже с курсом вроде получится. Но, Александр Иванович, хотели что-то добавить? Ну, Виктор Иванович так очень красиво все описал. Наверное, было бы странно говорить, что у нас нет проблем с нашим видом спорта, с обеспечением нашего вида спорта, где, наверное, 90% инвентаря и оборудования – это импортные. Конечно же, у нас проблемы есть, и они огромные. Но мы действительно решаем эти вопросы. Вот тут нас все время спрашивают. Летний период – это же период отпусков. Ну, вроде как заняться-то нечем. Но на самом деле, летом-то как раз и основные все переговоры и ведутся, как с потенциальными партнерами, финансовыми спонсорами, так и с нашими партнерами по экипировке инвентарю. И совместно с компаниями, которыми мы работаем, которые уже Виктор назвал, я называть не буду, мы действительно ищем пути. Они достаточно сложные как по логистике, так и, к сожалению, по цене. Но по факту, действительно, мы к сезону практически готовы во всеоружии. Просто он так сказал, что мы, в общем, готовы. Да нет, мы все лето эти проблемы решали, и проблемы не остались. Мы готовы, но за этим стоит большая работа. Вот, да, это правильно. Союз битварионистов России работает без отпусков. А тот, что загар вы видите, это рабочий. А это велосипедный загар. Это велосипедный загар. Половина сотрудников на работу на велосипеде ездит. Он такой, такой и так же на ногах. Не могу не задать вопрос по поводу IBU. Наверняка, Союз битварионистов продолжает, в любом случае, диалог с Международным союзом. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас идут ли переговоры, может быть, о возвращении наших спортсменов, может быть, в нейтральном статусе. Потому что мы видим примеры того, что, не знаю, борцы в Белград поедут на чемпионат мира в нейтральном статусе. Есть ли какие-то доводы со стороны IBU, почему нас не допускают? Есть ли какой-то, может быть, свет в конце тоннеля? И обычно все время задают вопрос, когда нас допустят. А вот не так прошла давно новость о том, что президент Федерации биатлона Украины не просто потребовал исключить спортсменов из соревнований, но исключить наши федерации из международных федераций. Не грозит ли нам, наоборот, какое-то ухудшение? Вот что говорят коллеги из IBU? Ну, общение, которое происходит регулярно, это предоставление наших отчета, нашей антидопинговой деятельности ежеквартальной. То, что мы направляем в IBU, получаем фидбэки о том, что да, спасибо, все прекрасно и так далее. Что касается нашего возвращения или участия в соревнованиях, то в весеннем или начале июня исполкома IBU прозвучала фраза, что в настоящий момент исполкома IBU не видит оснований для возвращения российских спортсменов к участию в соревнованиях. И, как я неоднократно говорил, что, наверное, наш вид спорта одним из последних будет возвращен к участию с учетом той истории, которая уже продолжается несколько лет, когда нас первых биатлонистов именно где-то чего запрещают, лишают, наверное, и возвращать будет тоже последний. Хотя оптимизма мы не теряем полностью во взаимодействии регулярно с Олимпийским комитетом, с Министерством спорта, потому что участие спортсменов, я думаю, по тем или иным видам спорта, это наша общая стратегия, на которую не может не обращать внимание другие федерации. И если вот это шаг за шагом будет реализовываться, то, что вы сказали, борцы, боксеры, еще кто-то, так или иначе, я думаю, это будет способствовать возвращению спортсменов других видов спорта международным стартом. Ну, раз Союз биатлонистов сохраняет позитивный настрой, разделяете ли вы мнение Дмитрия Губерния о том, что на Олимпиаду в Милан мы не поедем? Либо преждевременно пока делать такие выводы? Вы знаете, честно говоря, я не сильно об этом задумываюсь, а ставлю задачу как раз тренерам и командам готовиться на все 100%, или можно даже на 200%, для того, чтобы в любой момент мы могли там прямо завтра сказали, все, вы допустены с послезавтра, мы спокойно, без лишней подготовки, это у нас как бы в рабочем режиме, мы возвращаемся в международный календарь и участвуем, то есть мы в хорошей форме. Поэтому, к сожалению, данные решения от нас не зависят, с одной стороны, с другой стороны, как я бы сказал, задача быть всегда готовыми в любой момент вернуться в эту историю. Да, Александр Владимирович. Вот нам некоторые задают вопрос, не только нам, но и Министерству спорта, зачем содержать сейчас сборную в полном составе, если у нас нет международных стартов? Вот как сказал Виктор Викторович, мы должны быть готовы, сегодня нам сказали, что допустили, и завтра мы приехали. Именно поэтому мы весь состав сборной, начиная от сервисеров, врачей, массажистов, биохимиков, заканчивая тренерами по стрельбе, по функциональной подготовке, именно поэтому мы держим сборную в полном составе. В полной боевой готовности. Ждем. Именно спортивной. Да, давайте так же, Олег, второй ряд тоже. Скажите, у меня еще один вопрос. Нет ли информации о том, что кто-то хочет перейти в СМИ и гражданство? СМИ и гражданство спортивное. У нас такой информации нет, запросов от, ни от членов сборной команды России не поступало, ни от региональных спортсменов. Я еще для себя понимаю, что, допустим, какая-то сильная федерация точно не пригласит, потому что сильные федерации у нас кто? Это все европейские федерации плюс Северная Америка, а какая-то более слабая федерация не пригласит. Почему? Потому что у них тоже не то же, а у них, я думаю, недостаточно средств для того, чтобы обеспечить в полном размере сегодняшнюю подготовку биатлонистов. Да, наши спортсмены, перешедшие в 2020 году, в 2021 году в команды Молдовы, Румынии, продолжают подготовку, мы за ними следим. Ну, следим как? Да, читаем их новости, где-то соцсети. Знаю, что при необходимости они всегда от нас могут получить какую-то консультативную помощь, если они обратятся, это как бы нормальное биатлонное такое семейное сообщество. Вот, и думаю, что в ближайшее время каких-то инициатив по поводу переходов не будет. Нужно сказать спасибо спортсменам, что все понимают сегодняшнюю ситуацию, с пониманием к этому относятся. С другой стороны, на уровне государства мотивация спортсменов поддерживается, из Арбата в Минспорте, и спортсменов, тренеров, специалистов, плюс на региональном уровне никто никого там не бросает. И я думаю, что это точно не на века, и все может перевернуться в один миг, и, в общем-то, мы не знаем, да, сегодня или завтра, но что вернемся в международный календарь, это точно. Спасибо большое за вопрос. Раз начали немного такой разговор об отдельных спортсменах, в том числе приходили вопросы от коллег-журналистов насчет того, что происходило в том числе в межсезонье, в конце предыдущей сезона, это вопрос по поводу количества ставок, Тон Бабиков, Александр Логинов. Есть ли какие-то проблемы с отдельными спортсменами, потому что были новости по поводу запроса отдельного финансирования от ЦСП, все ли вопросы перед предстоящим сезоном, закрытые, ждать ли, допустим, Антона, Александра на Кубке Содружества в Сочи? Что касается Антона, Александра, да, плюс Александр Поварницын, они тренируются втроем. Там был запрос по финансированию со стороны ЦСП и группы. Мы эту ситуацию проработали, я предложил спортсменам дорожную карту, как это может быть реализовано, но пока со стороны спортсменов продолжения инициативы нет. Потому что она не простая, не просто так, что дайте оплатите нам эти сборы, там все равно нужно пройти определенную, как правильно сказать-то, процедуру, да, процедуру согласования сбора, включения ИКП и так далее. Опять же, что касается Александра Логинова, то он на сегодняшний день не является в расширенном списке сборной команды. Надеюсь, что уже в ближайших стартах он может подтвердить свой статус, заняв то или иное место. И тогда ему будет также предложено тренироваться или со сборной, или там уже можно будет инициировать его софинансирование со стороны Федерального центра. Что касается заработных плат, то тот вопрос был урегулирован, да, спасибо Минспорту и ЦСП, где были добавлены нашему виду спорта дополнительные ставки. Ну и, в общем-то, я думаю, если бы какой-то вопрос был, то это уже бы обсуждалось везде. Не только среди спортсменов. Вопрос относительно еще одного важного старта сезона, спартакиада. Как союз биатлонистов, как спортсмены готовятся? Как вы рассматриваете спартакиаду в качестве одного из... Это один из главных стартов сезона, получается? Да, несомненно, спартакиада запланирована в Златоусте с 9 по 19 февраля. Для регионов, в первую очередь, для региональных команд, министерств, ведомств. Это главный старт, потому что за него предполагаются не только призовые спортсмены, но и бонусы для регионов. Для формирования сборной команды России уже на следующий сезон спартакиада будет являться, спартакиада и чемпионат России будет являться тоже главным стартом при оценке критериев включения того или иного в сборную команду. В этом году по инициативе спортсменов уже будет на тренерском совете в сентябре обсужден, представлен проект критерия формирования сборной команды России уже на следующий сезон, чтобы спортсмены до начала этого сезона знали, что они должны сделать, чтобы на следующий сезон попасть в команду. Этого раньше не делалось. То есть, опять же, благодаря инициативе спортсменов, плюс эту работу курирует вице-президент по спорту Павел Ростовцев. Данный документ будет представлен и в дальнейшем утвержден исполком. Я бы хотел добавить, но критерий в предыдущем сезоне, таких критериев долго не было не потому, что мы плохо работаем, а потому что эти критерии, они в основном раньше были выстроены на результатах выступления на международной арене. И прошлый сезон был первый, когда у нас таких соревнований нет. Поэтому долго очень немый тренерский совет. Представители регионов, тренеры долго очень совещались, но в итоге они его родили, наверное, с моей точки зрения, немножко поздно, чем нужно, но в этом сезоне мы, как правильно сказал Виктор Ильич, мы заранее обо всем объявим. Я хотел бы сказать, что такие критерии на самом деле не определяются за закрытыми дверями, мы такие с Виктором Ильичем сели, не так далеко, как сейчас, и такие раз, что-то пошушукались, ну и такие выложили. Конечно же нет. Такие критерии – это публичная тема, это обсуждается на тренерском совете, это предлагается, это споры идут, ну да, частенько ругань, но это коллективное решение. Вот, хотел это сказать. Кстати, насколько я видел в новостях, тренерский совет расширенно собирается в сентябре, да? Да, совершенно. Какие вопросы будете обсуждать, в том числе, может быть, о тех, которые упоминались? Ну, в том числе, да. В том числе, да. Ну, повестка традиционная, да, это и отчеты тренеров за подготовительный период, он будет в данном случае немного изменен, будет отчитываться, представлять общую информацию у Павла Ростовцев, тренеры будут, старший тренер будут такие со спикеры при возникновении вопросов, вот как раз один из этих вопросов. Дальше у нас будет традиционно, то есть вопросы по, в том числе, конечно, юниорская команда будет отчитываться, различные комиссии будут докладывать о своей работе. Ну, в общем, рабочее совещание, которое мы проводим дважды в год, и осеннее, оно, наверное, более такое, правильно сказать, такое промежуточное, что ли, весеннее, оно, конечно, подведение итогов и оценка работы тренеров, оно, наверное, более, не то чтобы значимое, но, наверное, больше каких-то решений принимается. Ну, осенью определяются правила игры, а весной подводится итог. Я бы хотел по поводу, добавить по поводу спартакиады, хотелось бы уточнить, что организатором этого соревнования является Минспорт и ЦСП. В данном случае СБР не является организатором этого соревнования, и мы лишь приглашаемся для проведения спортивной части. Вот. Спасибо за разъяснение. Несколько раз упоминали регионы, просто много, в том числе, по ним вопросам приходило. Давайте постараюсь их объединить. Виктор Игоревич, заявляли о том, что посещали много регионов, в том числе в межсезонье, много внимания уделяется регионам в связи с тем, что международные старты пока недоступны. Мариэлл были, Горноалтайский, и Чебоксары. Заявляли о том, что в Ивановской области 15 тысяч рублей выделено на биатлон. Расскажите, пожалуйста, о проблемных каких-то регионах. Куда еще планируете? По крайней мере, решили ли вопрос с Ивановской областью? И раз заговорили про города, у нас очень внимательные журналисты помнят предыдущую пресс-конференцию, на которой было сказано о том, что в Москве есть идея открытия стрельбища для тренировок и соревнований. Что с этой идеей? Ну, что касается наших регионов, по Ивановской области пока вопрос не решен. Мы согласовываем даты встречи с главой региона. Сейчас понятно, что многие субъекты заняты подготовкой к эллиным выборам, которые в начале сентября у нас единый день голосования, выборов проходят во многих регионах. Я думаю, так или иначе мы встретимся и Ивановскую область не оставим без внимания. Так или иначе будем им помогать. В Горноалтайске мы встречались с главой республики. Для того, чтобы еще раз застричь вопрос о окончании реконструкции стрельбища, необходимо сделать определенные земляные работы. Вроде бы понимание есть. Надеемся, что общими усилиями, хозспособом, еще как-то оно будет закончено. Что касается Москвы, более реально сказать можно о строительстве биатлонного комплекса в Истринском районе или в Истре, в самой Мособласть. Это такие реальные перспективы, которые, в общем-то, этот объект будет доступен для биатлонистов Москвы и Мособласти. И наконец-то появится какой-то спортивный биатлонный объект с малокалиберным стрельбищем, ну не считая Пересвета, который находится в частном управлении. Не всем спортсменам доступно проживание и аренда из-за достаточно высокой стоимости. У нас инициатива Молодой Федерации Самарской области, где родина Эдуарда Латыпова, как раз Вадим Иванович Мелехов летал для консультации, как, где, чего сделать. То есть поддерживаем всю эту инициативу. Недавно наш специалист, Сергей Сысоев, был в Томске и при городе Томска, где давал, то есть совершал инспекцию и консультацию давал вместе с разрешителями органы по открытию или функционированию двух стрельбищ, которые в настоящий момент закрыты. Помогали Ульяновской области продлить лицензию на стрельбище, потому что, ну, с каждым годом у нас там, то, что вчера опять же на форуме армии обсуждались разные, не знаю, ужесточения со стороны курирующих органов, Росгвардии, УВД, по размещению стрельбищ, по функционированию. В общем, мы не то, что с ними боремся, но пытаемся, пытаемся, да, совместными усилиями все это продлевать. Александр Пак с Вадимом Ивановичем летали в Мурманск, как раз вот на инспекцию по проведению там финала Кубка Содружества. Слава Богу, что там, в общем-то, все сохранено, даже приумножено, с учетом снежного покрова, уверены, что в этот срок можно будет спокойно там продлить сезон, завершить сезон. Поэтому, не знаю, большую часть своей работы, я, по крайней мере, посвящаю это работе с регионами, региональными федерациями, потому что, что касается там организации соревнований, чем занимается Александр, там сборными командами, чем плотно занимается Павел Александрович Ростовцев. Вот, поэтому, в общем-то, движение идет. Мне бы хотелось добавить, да, что мы оказываем консультацию, выезжаем на места, если есть такой запрос от региональных федераций, от энтузиастов на местах. Если на местах никто ничего не хочет развивать, ну, как бы, нам бесполезно даже пытаться это сделать. То есть мы можем только проконсультировать, дать какую-то методическую информацию, там, заручиться, там, встретиться с руководителями регионов, пообещать им поддержку всяческую. Но если на местах нет энтузиазма никакого у людей, которые болеют за биатлон, ну, нам бесполезно что-то делать. Это я просто к тому, что, вот, многие говорят, зачем Виктор Викторович ездил в Горн-Алтайск, встречался там с руководителем, если там давно все решили. Да, ну, это все, конечно же, не так. Но если губернатор, руководитель региона не убедится, что есть заинтересованность СБР, ну, никто ничего делать не будет. Если, конечно, он не фанат биатлона. Как? Ну, у нас есть регионы, да, мы все прекрасно знаем, что есть ряд регионов, где руководители прям реально фанаты. И там часто даже надо просто приостанавливать людей с их энтузиазмом. Представители региональных федераций, знаете, если есть запрос, смело обращайтесь, коллеги всегда помогут. Но чаще пишите, чем звоните, а то иначе телефон просто не замолкает. Хотел бы добавить, что, как мы и планировали, мы реализовываем программу поддержки наших федераций на сумму 55 миллионов рублей. То есть каждой федерации членам СБР выделено по одному миллиону рублей. В том числе даже самые свежие федерации Оренбургской области. Последнее решение исполкома было выделение 300 тысяч рублей. Несмотря на то, что они совсем-совсем молодые, буквально пару месяцев. Но мы поддерживаем все эти инициативы. В этом году СБР впервые тоже выплачивает бонусы в размере 30 миллионов рублей в общий призовой фонд за участие в соревнованиях прошедшего сезона. То есть там каждая федерация набрала определенное количество очков за участие в основных стартах, юниорских и юношеских. И пеленные средства получат примерно 40, ну там, все, кто участвовал в соревнованиях, это 40, там, может, 5 федераций из 55. Вот те или иные средства получат, некоторые там до 2-3 миллионов рублей, самые ведущие. Я хотел спросить по поводу еще одной новости этого лета. Это когда Елена Валерьевна в Вяльбе рассказывала о том, что в том числе федерация ищет новые форматы, говорила о совместном шоу лыжников и биатлонистов. Общались ли вы с Еленой Валерьевной по этому поводу? Есть ли какие-то, может быть, наметки? И как даже в вашем представлении, давайте пофантазируем, это шоу может выглядеть? Разрешите? Да, конечно, мы общались на эту тему с Еленой Валерьевной, но я бы не хотел предвещать события, пусть это будет сюрпризом. Ну, главное будет. Скажу так, это интересно, и Федерация лыжных гонок, это интересно нам. Теперь осталось найти место в календаре, место, где провести, и место кто-то будет транслировать. От этого пошли дальше, да, кто будет спонсировать и так далее, и так далее. Но заинтересованность обеих федераций есть и большая. Давайте я... Да, так или иначе, наши родственные виды спорта, да, мы продолжили историю по привлечению лыжников, лыжниц, в данном случае Михаил Викторович Шашилов, продолжил эту тенденцию, которую он начал в прошлом году. Знаю, что на региональном уровне есть там пару-тройку переходов из лыж в биатлон. И совместные мероприятия, они только, наверное, усилят пропаганду наших видов спорта. Потому что делаем одно дело, и всегда идем там рука об руку рядом. Я лишь уточню, друзья, что я понимаю, что ищете место в календаре, но место ищется в календарном 23-м, или уже в 24-й тоже рассматриваете. Просто мы-то безумно ждем. Да нет, конечно, 24-й. Сезон 23-24, наверное, было так вот. Не, ну здесь у нас, мы начинаем в конце ноября, там совсем чуть-чуть остается. Мы бы не против, чтобы вы сразу шоу начали. Мы только за. К сожалению, я не знаю. Знаете, это... У нас там период вкатывания проходит традиционно, лыжники в Тёи, мы где-то тут в Сибири. Тут еще надо учитывать, сейчас же говорят многие выдающиеся, защитники природы, что у нас глобальное потепление. Поэтому, хотя прошлый сезон показал, что вообще не так все. Вот, поэтому, когда выпадет снег, еще не совсем понятно. Понятно. Я бы с удовольствием посмотрел, как Большунов стреляет, конечно. Друзья, если вопросов нет, тогда я в завершении не могу не задать вопрос по поводу, следит ли Союз Биатлонистов России, может быть, Виктор Викторович, Александр Вилович, отдельно каким-то образом следите за тем, как идет подготовка к международному сезону, следите за потенциальными соперниками, потому что мы в любой момент ждем возвращения на международные старты, как готовятся команды, от кого ждать, может быть, сюрпризов, может быть, кто-то составит конкуренцию Йоханнесу, либо кто-то из стран или каких-то персон выстрелит в этом сезоне. Чего вы ожидаете от международного сезона? Честно, не слежу вообще. За летней подготовкой точно. Зимой, наверное, так или иначе будут, по крайней мере, если не вживую, то, вернее, не онлайн, смотреть результаты. Вот, для нас... Но, при этом, опять же, мы владеем статистикой по скорости стрельбы, по скорости передвижения лидеров, ее, конечно, сравниваем, ее вставляем в сравнительные характеристики с нашими биатлонистами, мы их ориентируем на эти скорости, на эти показатели стрельбы. В общем, да, мы следим, но персонально за кем-то, я не слежу точно, наверное, конечно, читаем новости и не более того. Я думаю, что тенденция сохранится, новые имена будут появляться. Вот. Хотелось бы надеяться, чтобы в Европе интерес к нашему виду спорта не пропадал. И, ну, еще раз повторюсь, да, мы сами настраиваемся на то, чтобы как можно раньше вернуться в мировую историю. По тем показателям, что вы наблюдаете, с нашими там все хорошо? У нас есть к чему стремиться, нашим спортсменам. Буквально единицы, которые соответствуют там среднему показателю точности стрельбы, буквально там, не знаю, пять спортсменов, может, это ребята и девочки. Но если брать элиту мирового биатлона, да, там что же есть там, пятерка или сколько-то лучших, остальные уже, да. Поэтому у нас буквально несколько спортсменов, которые примерно там приближены, соответствуют по качеству стрельбы, скорости и точности. Понятно, что скорость передвижения нам сложно нивелировать. Это у нас не стадион, не беговая дорожка, да. Каждый день новый снег, каждый день новая температура, погода разная. Вот. Поэтому в большей степени ориентируемся на стрельбу, сегодня, так или иначе, это основной показатель успеха, да, в нашем виде спорта. Если раньше, если ты быстро бежишь, то можно сделать два промаха. Сегодня, ну, может, только и Ханис Б может себе это позволить, и то не всегда. Понятно. Спасибо вам большое. Приятно, что СССР на регулярной основе общаются здесь у нас, в пресс-центре России сегодня. Дальше, хотели что-то добавить? Так я просто ждал этот вопрос, его никто не задает. А я так готовился к нему. А у вас есть собственный вопрос? Вот один из самых подготовленных спикеров. Да, просто мне очень много в течение ближайшего последнего месяца очень много задают вопросов, как так получилось, что у нас у Пари был титульный договор на три года, прошел всего лишь год, и как так получилось, что они перестали быть титульным спонсором. Были слухи о том, что мы не выполняли там свои обязательства, что компания Пари недовольна сотрудничеством с нами. Но сразу расскажу, у нас очень простая схема работы. Мы получали денежные средства по результату выполненных работ. То есть, если результат выполненных работ удовлетворял нашего спонсора, то мы денежные средства получали. По прошлому сезону все средства мы получили. Просто, как сказал Виктор Викторович, в конце весны мы стали общаться с компанией Альфа, и когда мы уже подошли, так сказать, к финальному итогу наших переговоров, мы предложили и Альфа-банку, и Пари условия, так сказать, сосуществования на рекламном рынке СБР. И обе компании согласились с этим, условия и опции удовлетворили обе компании. И мы продолжаем работать теперь не с одним крупным спонсором, а с двумя. Что, я думаю, пойдет только на пользу развитию биатлона в целом в стране. Ну, а там, может быть, ждем и третьего, и четвертого. Тоже было бы неплохо, я думаю. Да, но мы же понимаем, что в нынешних условиях любого спонсора найти достаточно сложно. А такого спонсора, как Альфа, ну, я думаю, мало кто может похвастаться этим. Ну, я поздравляю союз биатлонистов с очередной, скажем так, победой и с двумя замечательными спонсорами Альфа, Банк и Пари. Приятно, что к нам приходите, делитесь ожиданиями от предстоящего сезона, подводите итоги. Я думаю, надо наши встречи делать чаще. Я думаю, коллеги журналисты, которые нас в том числе смотрят онлайн, с этим согласны. Всегда рады вас видеть. С нетерпением ждем начала сезона, будем болеть, смотреть великолепную картинку. Ну, и наши, я думаю, ребята подтянутся и будут показывать классный биатлон. Спасибо. Вам спасибо, да, за общение, за приглашение, ну, и всем, кто пишет о биатлоне. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.